Мы не свободный народ в собственной земле. И все больше и больше земли перестает быть нашей. В прошлом месяце пограничная полиция отправилась в арабскую деревню недалеко от Вифлеема, чтобы произвести аресты. Когда они прибыли, то обнаружили, что их уже ждут сотни арабов. Каким-то образом те узнали, что приедет пограничная полиция. И они напали на полицию с камнями, коктейлями молотова, зажигательными бомбами. И пограничной полиции пришлось открыть огонь и убить четырех арабов. Это трагедия. Всего четыре араба. Вместо того, чтобы наградить полицию медалями за отважную самооборону, двоих командиров осудили и разжаловали, и начался процесс кастрации пограничной полиции. Тот процесс, который в армии продолжается уже много месяцев. Армия Израиля кастрирована. Интифада. 18 месяцев интифады. Полтора года. А израильская армия, которая 22 года назад, в 67-м году, уничтожила арабские армии за шесть дней, она что, сегодня не может справиться с бандой женщин и детей вот уже 18 месяцев? Конечно же, может. Но у солдат связаны руки. Солдата посылают в газу или килькилью или джинин, и при этом говорят «Вот ружье, но ни в коем случае не используй его». Таков приказ генштаба под началом генерала Митсны. Если на солдата нападает толпа с камнями, он должен выстрелить в воздух и сделать предупреждение на арабском «назад». Если он еще жив, он может выстрелить одному демонстранту в ногу. Если он и тогда еще жив, он может стрелять по своему усмотрению. Стоит ли удивляться, что когда на солдат нападают, они размышляют так. «Если я не буду стрелять, меня убьют, а если я буду стрелять, я попаду в военную тюрьму». И поэтому солдат отступает. Они отступают. Вы знаете, что думает 10-летний араб, когда он видит, что от него бегут солдаты? Вы знаете, что это означает? Вот почему Интифада продолжается уже 18 месяцев, и вот почему она будет продолжаться и 36 месяцев. Начальник генштаба Израильской армии говорит миру, «Мы не можем положить конец Интифаде, потому что она коренится в арабском национализме». Вы знаете, что эти слова означают для арабов? «Ты не можешь положить конец Интифаде? Тогда уходи в отставку, и пусть тот, кто может, положит ей конец». «Мы не можем положить конец Интифаде? Если бы я был министром обороны, через два дня Интифада бы не было». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ